В этой концепции несколько составляющих вещей, где миграция является одним из краеугольных камней и дополняющих других. Первое – это реанимировать все межнациональные конфликты, которые на протяжении длительного времени могли существовать на территории еще и Царской империи, и Советского Союза, и последние годы. Дальше – это максимально радикализовать молодежь для того, чтобы она радикализовалась против государства и против различных этнических групп. И третье – это иметь большое влияние на этнические диаспоры, которые в большинстве случаев являются фактически этническими преступными сообществами, потому что во главе них или на территории России, или на территории основного проживания находятся лидеры этих этнических образований. Для того, чтобы в час икс была команда и в России поднять восстание мигрантов. И это прямо написано в этой концепции. А мы понимаем, что это такое. Миллионы людей, которые здесь делают, безусловно, много полезного. Строят здания, работают в различном бизнесе, даже получили медицинское образование, даже в школах работают. Мы же вообще интернационалисты. Мы же выросли и в Советском Союзе, и в Новой России на идеях интернационализма. Но всегда есть большая часть группы, которая непосредственно управляется лидерами криминальных этнических диаспор. Пока этим диаспорам выгодно жить тихо и спокойно, получать большие доходы от того же строительства, прочего, получать коррупционные доходы, жить нормально. Но если они получат команду, они перестроятся буквально за 2-3 дня. А у них есть доступ ко всем подъездам, все коды, всех квартир, всего, всех коммуникаций. Потому что посмотрите, что в Москве даже все водопроводчики – это все люди из числа мигрантов. Все. То есть сейчас вывести систему канализации, энергоснабжения в России, даже без всяких нападений, взрывов, получив команду – это достаточно там нескольких часов. В огромном городе. И это не только в Москве. Это и Санкт-Петербург, и другие города. Поэтому огромная часть, особенно радикальной молодежи, которые еще учатся, не работают, их уже настраивают против русских, против коренного русского населения. Поэтому мы можем каждый день видеть, что от совсем малолетних детей, стычки на национальном уровне, до школьников. То есть у нас уже есть целые школы, классы, которые из одних мигрантов состоят. Целые районы, где они живут. Это очень сложная проблема, к большому сожалению. Вот Министерство внутренних дел все выходило в течение последних лет, я считаю, с довольно мягкими, но такими точечными предложениями. Социальный профиль всех иметь, биометрию, контроль электронный полностью, запретить въезд судимых, запретить въезд семей, если нет большой необходимости. Но, к сожалению, это все застопоривается на определенных этапах, и практически ничего не принимается. Поэтому вот органы МВД, Нацгвардия работает сейчас еще по старым лекалам. В новых условиях, в новых опасных условиях. В условиях войны, которая ведется на Украине. В условиях войны, которая ведется на Ближнем Востоке, где радикализировались тоже все группы. Мы же тоже должны понимать, что там... У нас сейчас внешнеполитический МИД очень правильно выстроил. Мы не идем на какую-то жесткую конфронтацию с Афганистаном, не дай бог. Наоборот, мы выстраиваем экономические отношения, и все, потому что там же большие массы людей, заряженных тоже, находятся.